Всем привет! Всем доброе утро! У нас время 10. В общем, едем мы в Краснодар. Едем отвезти папу в стоматологию, в его уже любимую. Как домой? Я не издеваюсь, пап. И у Антона сегодня автобус в 4 часа до Владикавказа. Ты все вещи, да, с машин забрал? Так, сейчас, подожди, ничего. Да, похоже, что все. Вот. Но у нас еще у папы прием в 4 часа у Глазного, поэтому дождемся папу после стоматолога. Потом, скорее всего, отвезем Алину с Антоновым на вокзал и поедем к офтальмологу, потому что он уже, не знаю, сколько, недель-две мучается. Вот. А сами поедем на Кубанскую набережную в Екатерининскую. Там от вокзала 10 минут. Ты, Антона, пробуешь, доедешь до нас. Мы тебя потом увезем домой. Точно? Ну, смотри сама, я бы что-то хотела просто флешку у тебя взять. Алина до сих пор никому не отдала никакие фотографии со свадьбой. Их сделали, да, их сделали еще миллион лет назад. У нее эта флешка лежит. Надо их, короче, на компьютер скинуть, загрузить на Яндекс.Диск и всем разослать ссылку, чтобы каждый сам себе взял, какие надо. А ей все никогда. Поэтому я хочу взять эту ответственность на себя. Все, поехали. Мы в Краснодар. Парковка забитая. Мы вовремя прям. Разница в 2-3 минуты. Нам бы некуда встать было. Хорошо у нас в багажнике. У папы велик был. Сейчас папу оставим. Спросим, сколько по времени. Ну, вроде как, не сильно долго. Исходим туда до Окей. Антону в дорогу хотя бы там воды взять. Дошика. Тоже пить хочешь? Можно в автобусе ездить. А, ты же в автобусе ездишь. Ну, такое что-нибудь. Там печеньки хотя бы какие-нибудь. Короче, у папы всего 15 минут. Осмотр просто. В общем, мы хотим... Папа очень хочет проводить Антона. И мы, наверное, поедем в Екатерининскую. Попробуем договориться. Может быть, нас пораньше смогут принять. И потом уже тогда на вокзал. Я думаю, получится договориться, если мы пораньше приедем. Не смогли уезжаться, Женя, перекусить. Тут очень-очень вкусно. Они с картошкой вообще просто божественные. Я когда училась, еще жила там на Комарово. Поставила, что с курашками. Да? Это и правда очень вкусно. Сначала подружки по пути забирала на автобусе. Взяла с ческой в честь, и она все равно ее захочет поесть. Орешки, один чай зеленый захотела. Ну, мне это пить. Хорошо. А ситька и тетя. А нам с Антоном кофе. Она размешала? Все, сейчас, деда, подождем и поедем, да? Да. А уда. Другое место. Акуля. Тоже в больницу. Акуля. Деду глаз будут смотреть. Зачем? Болит у него. Поняла? Лошадь, мам. Роза. А, лошадь. Да. Мы уже в Екатеринскую. Время, что, 12? Нет, пол первого. Пол первого. Папе только сегодня профосмотр сделали, и все. Ну, врач сказал, что все хорошо заживает. Потом он говорит, в конце июля, где-то в начале августа я сделаю снимки, и если все нормально, то уже, короче, где-то к осени доктор сказал, что уже все будет готово. Уже конечная. В общем, у папы, можно сказать, финишная прямая. Еще пару месяцев, и все. Вот. Пойдем, в общем, зайдем, спросим. Примут нас пораньше. Не дадим, и оттуда уже будем смотреть. В общем, новости у нас такие. Мы хотели же пораньше, чтобы нас приняли, но доктор, к которому мы записались, принимает очень долго, минут, наверное, по 50, а то и по часу. И мы решили перенести запись на 6 часов, потому что папа хочет проводить Антона. И как бы разницы нет, что мы приедем там на 2 часа раньше или на 2 часа позже. Державерный салат. Ой, я падаю. Мам, я даю сейчас. Сейчас. Мы зашли поесть, потому что папа вообще не кушал еще сегодня, только завтракал. Вот, это дедонож. Софии взяли кашу, она еще котлетку попросила. Я вместе с ней поподъедаю, потому что я не особо голодная. Вот, все, сейчас покушаем и поедем где-нибудь Антону возьмем в дорогу там воду, сок, печенье какое-нибудь. Подожди, Доча. В автобусе особо не поешь, я думаю, будут останавливаться, но все равно хотя бы там печенье какое-нибудь погрызть, что надо взять, как-никак, все равно. А по-любимой свой перец фаршированный и рыбку. На рыбку я его уговорила. Мы уже на пути. Нет, там вот ЖД вокзал, пятерочка. Сейчас пойдем. Всякое дешевле будет, чем на вокзале покупать. Ничего такого особо не купишь, то что в этом автобус едет. Что или чем Тунгат возьму? Вода, вот. Тебе газировало, ну, газированное? Да не, больше не. Как? Литровка хватит. Ты что? Что? Ты что, за половину суток всего литр... Дам, наверное, дальше где-то. Всего это... Литр воды, хочешь сказать, выпьешь? В сутки надо два литра с половиной выпивать. Так, вот надо взять какие-нибудь крекеры, типа тука можно вот. Какие-нибудь еще, может, соленые крекеры? А вдруг укачает тебя? Я не укачаю. Ну, все равно. И жвачку обязательно, да. Пюрешку детскую, не? А что? Ну вот, вот здесь вода. Ну вот, литровая. Сок или что-нибудь газировку какую-нибудь возьми еще. Ну, вот здесь вода. Вон там еще с салфетки лежит. Меньше? Ну, да. Вон там уже... Приехали мы уже на вокзал. Антон там складывает все, чтобы в руках ничего не тащить. Вот, время у нас 2 часа 19 минут, автобус в 3.50. Короче, еще полтора часа нам сидеть и ждать. Ну, Сок, разлетай. Да. И все, и все, и потом поедем. Мама, а может там еще маленьком ходить? Маленьким? Маленьким там можно ходить. Только нам, наверное, будет не на эту же... Не в эту же клинику, не на Кубанскую набережную, а на Герцена. Там где-то. А я не знаю, на кого встретиться там. Мама, оттягу я, ну. Ну, открой. Далековато, она сказала. Отсюда у нас будет время доехать как раз. Фестивальный, очень медик. Ну, 20 минут ехать. Ну, это недалеко. Это рядом с красных партизан. Ну, это недалеко. Наши с вами Петербург. Лена сегодня остается тут. Лена к ней в гости вечером должна прийти. Завтра они поедут с Леной. Лене квартиру новую смотреть. Ну, снимать. Лена съезжать будет ближе к работе. Малина остается тут. Через недельки две приедет, да? Через недельку нашу. Ко мне приезжай. Я теперь с детьми и сынком одна. Выкурить не надо. Как? Выкурить. Это как? Отдохнуть от всего. Побыть в одиночестве. Ну, ничего, ничего. Все будет хорошо. А что, ты от нас устала? Пирожок. Пиловок. Мой сладкий пиловок. Ага. Кто так говорит? Я. Только я договорил на тебя. Мой сладкий пиловок. Угу. В семье решения принимаются вот так вот, по филочку пальцев. Стоим, сидим, ждем. Ну, Антон говорит, пойду вот просто ради прикола. Узнаю, мало ли кто-то билеты сдал на поезд. Потому что на поезд ему уже дали ВПД бесплатное. И мест вчера мы были, не было. Приходит, говорит, там так много места появилось на поезд. Короче, взял билет на поезд на 8 часов. А какой? Нас сивой. Билет на автобус, который взяли, пошли они сдавать. В клинике... Нас сивой дай. Вот поэтому сейчас Алина с Антоном придут, поедем туда и поедем домой. А потом уже вечером привезем Антона на поезд. Потому что, ну какой смысл нам тут до 9, что нам делать? Короче, это капец. Ну, значит, так надо. Но зато будет спокойно ехать лежа в поезде всю ночь, а не где-то вот 14 часов на автобусе трястись. Короче, вот такие новости. День у нас уже начало 6. Поехали мы. Паучок какой-то падет. Шашлыки кто-то жарит? Да, вон. Поехали мы к офтальмологу и потом Антона провожать на вокзал. Клинику. Я вообще здесь первый раз буду. Это вот на Герцена. Я знаю, что у них, по-моему, здесь, ну там написано уже, мы прочитали, роддом еще платный. У меня были мысли, когда с Матвеем ходила, чтобы рожать здесь. Цены, конечно, заоблачные. Дима мне говорил, типа, иди платно рожай. Вот. Ну, прекрасно родила я и в Ушлабинском роддоме. Замечательный роддом, прекрасные врачи. Вообще круто. Тут вот и детский стационар. Видите, какие красивые эти. Красивое здание очень. Вход в роддом, детский стационар там. Мы уже на посадку пришли. Через пять минут прибудет. И поедем домой, к бабе. И уже, когда к бабе? Когда к бабе? Когда к бабе, да? Ехал поезд. Мы думали, он отсюда отправляется, а он же на Бороссийске идет. Поезд. С хвоста. Но Антону дали купе. 16-й вагон. Антону дали купе. Еще и нижняя полка. Вообще прекрасно. 15-й. С хвоста поезда. Да-да-да, когда на них и написано. 14-й. 13-й. 12-й. Видишь, электронный у них распространяется в России? Да. 12-й. 11-й. Сейчас прямо возле тебя остановится. Вот он, 10-й вагон. Пойдемте маленько, надо пройти. Ну, почему не будет, наверное. Вот он, а у него вагоны. Я хочу попасть. Ты зайди, ты зайди с ним. А в купе, смотри, видишь, окна открытые. Кер там, а не кондер. Смотрим. Ну, это понятно. И я дальше нашу вот этот переход. Да нет, все закрыты окна. У двух только открыты. Что, в туалет? Может быть. Сейчас Антон положит вещи, и еще полчаса можно будет стоять на улице в 23-й отправках. Я вообще ни разу не была в купе. Один пока, да? Нет, у них новый, да. Нет, не один уже. Ну, кондиционер вроде есть, да? Да, еще что-то. Ну, не готовы. Еще можешь не справиться. Прежде всего, у меня щитка была. Тебе там ничего не надо будет в рюкзаке доставать? А тапочки? Они брался, вот, кстати. Так, что у меня уже? Ты пакет-то этот, наверное, оставь тут. А, девушка. Все, тихонько. Тихонько начнем. Зарядки есть. Нашу кордос. Творец в воде. Я говорю, я ни разу еще в купе погонах не была. Круто, Соф. Ты бы хотела на поезде покататься? Да. Пойдемте. Пойдемте. Мне интересно, что это сделать. Здесь туалет. И, кстати, здесь душ вон там отдельный какой-то. А это вот это. Вот. Что-то душ написан тут. Я не поняла, как в него зайти. Тут это как будто очень новое было. Ну, вообще классно, прикольно. Вы не поверите, мы только приехали. Время 15 минут 11. Папе совсем поплохело. Поэтому, как уезжала поезд, я не сняла. Мы быстро ушли. Лина там одна провожала. Вот. Поэтому все. Мы идем ложиться спать. Всем пока. Всем спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok.